Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день вас ждут тысячи событий, трансляции матчей, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. MarathonBet. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Всем привет! Это Мир Спорта на канале Успорте ТВ. Меня зовут Саня Малыхин, и я расскажу вам обо всех самых интересных спортивных событиях, которые произошли на прошлой неделе. И, как обычно, долг ненуть не будем. По традиции, ну вы понимаете, вот вам релаксом. Начнем с футбола. Тут вот такое дело. Одна жительница Калифорнии перевела в благотворительный фонд Криштиану Роналду 32 тысячи евро. Вот это новость! Взамен девушка получила набор фанатки Криштиана Роналду. А это два билета, причем вип-билета, на матч Реал, возможность посетить тренировку команды, ну и фотосессия с любимчиком. Это ж получается, вот если подумать... Хм, возможно, вон шлюха. А нападающий Барселоны Лионель Месси съел какую-то непонятную таблетку, спрятанную в Гетри во время матча с Олимпиакс. И теперь все гадают, что же это такая за странная таблетка была. Но лично для меня ответ очевиден. Ну, во-первых, матч для Барселоны, лично для Месси, не очень хорошо складывался. Вообще, греки могли и выиграть в какой-то момент. Да тут еще и Собчак в президенты подалась. В общем, Лео тут подумал... Похоже, я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить пить амфетамины. Ну, а в России на прошлой неделе московский Спартак совершенно неожиданно для всех обыграл испанскую Севилью со счетом 5-1, что, несомненно, порадовало болельщиков красно-белых, но не очень понравилось Владимиру Жириновскому. А он сказал, ну, грубо говоря, следующее. Какой смысл болеть за Спартак, если четыре гола забили африканцы и один наш? Ой, дурак! К футбольному невежеству Жириновскому мы уже привыкли, но приблизительно подобную мысль высказал президент России Владимир Путин пару недель назад. Правда, к этому его спровоцировало очередное, мягко говоря, странное заявление президента «Зенита» Сергея Фурсенко. Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги. Тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватным вложением, которое мы сейчас делаем. А наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке. И вот на это Путин ему и ответил. Истинно русская игра футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за «Зенит» играют на Лиге Европы. Вы молодец! И два гражданина Российской Федерации, и один вратарь. Интересно. Не, ответил, конечно, по делу. И вообще подколол отлично. Но в целом, учитывая то, как президент России поддерживает лимит, у него достаточно дилетантский подход к футболу и хоккею. Аккуратнее с языком, молодой человек. Но это не самое главное в этой истории. На прошлой неделе эта вся ситуация между Путиным и Фурсенко докатилась до главного тренера «Зенита» Роберта Манчини. И он решил прокомментировать слова Путина, а сказал, ну, приблизительно следующее, что, мол, я не могу не согласиться и готов поддержать нашего президента Путина в ситуации с легионерами в «Зените». Я, конечно, могу ошибаться, и перевод не точный, но все это очень похоже на... А так все в российском футболе хорошо. Вон сборная России свой ближайший товарищеский матч сыграет с Аргентиной в Лужниках, а уже в марте там с Бразилией. А Аргентина вообще в России задержится ненадолго, чтобы сыграть свой товарищеский матч с Нигерией. Правда, я не очень понимаю, почему этот матч состоится в Краснодаре, а не на одном из стадионов Чемпионата мира, ну, в том же Сочи, допустим. Ну, то такое. А так все в российском футболе хорошо. Лучше только во французском. Там в ПСЖ еще одного баскетболиста подписали. На этот раз Коби Брайан. Ой, когда все это кончится? Никогда. Кстати, о баскетболе. Начался очередной сезон NBA, и он точно будет интереснее, чем предыдущий, потому что как минимум три команды будут претендовать на чемпионство. Но это во-первых. Ну, там, Кливленд, Голден Стейдж и Сан-Антонио. Может быть, даже к ним и к Лохому присоединиться, потому что Рассел Уэсбург начал очень даже здорово. Во-вторых, российским болельщикам будет интересно наблюдать не только за Тимофеем Мозгом, но еще и за игрой в Лос-Анджелес Клиперс практически нашего Милоши Таодосича. Ну, и в-третьих, это Кис Кэм. За ними наблюдать гораздо интереснее порой, чем за игрой. Вот, например, на прошлой неделе сидела так парочка, она вот попала в объектив Кис Кэм, и девушка не растерялась, проявила инициативу и набросилась на парня. Тот достаточно агрессивно вскочил, и казалось бы, что сейчас произойдет что-то страшное. Но нет, он сделал ей предложение. Кстати, о женщинах. Парни, я знаю, что вы не любите, когда я вам рассказываю о других видах спорта, но мой долг рассказывать вам о них, даже если они не самые популярные, только потому что даже в них есть что-то суперхорошее. И чаще всего это женщины. Вот, например, плавание. Там есть прекрасная Юль Ефимова. Или вот серфинг взять. Там есть умопомрачительная Алексис Рен. А вот эту барышню зовут Кармен Хордой. Она очень хочет создать женскую форму 1. Великолепно. Ну а теперь пришло время поговорить о самом мужественном спорте во вселенной. О хоккее. Начался очередной сезон НХЛ, и начался он для всех по-разному. Одним очень не везет. А другие играют настолько дерьмово, что даже запах есть. Хорошо, что у наших парней в НХЛ старт сложился очень хорошо. Малкин продолжает вносить ощутимый вклад в победы Питтсбурга. Овечкин на этот раз серьезно решил взяться за дело и выиграть наконец-то кубок Стэнли, и даже начал с места в карьер. При этом Овечкин был настолько хорош на старте, что и его, и всю его команду пригласили в Академию ФБР, где им провели экскурсию и предложили выполнить несколько заданий. Овечкина, допустим, попросили вынести дверь, и он с этим прекрасно справился. Шипачев забросил первую шайбу за «Вегас». Но круче всех дела обстоят у Никиты Кучева. Российский нападающий там ПБ единолично возглавил список бомбардиров, но вот насколько долго продлится эта пруха у российских хоккеистов, и все, кто знает, потому что это так же нереально, как красный писец. Как милирование снова в моде. Как пить молочный коктейль из трубочки, а потом не шмыгать этой трубочкой по дну стаканчика. Ну или как пикап в русских народных сказках. Настенька. Милая. Ну? Ишь, какой быстрый. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также не забывайте подписываться на страничку в Фейсбуке, на страничку ВКонтакте, про Твиттер. Не забывайте и обязательно подпишитесь на страничку в Инстаграм. Там много чего интересного. Мы разыграем билеты там на Лигу Чемпионов, ЦСКА, Спартак. Ну, все по-разному играют. Ну, вы знаете. Ну, а также не забывайте о правиле. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями. Пусть они также порадуются и будут в курсе всех самых интересных спортивных событий в мире. А так пока. Всем хорошего настроения.